Американский зимородок. Еще один скоростной и сверхточный снайпер. Да, его атака может оказаться на какую-то сотую долю дольше, но ведь зимородку приходится ориентироваться в условиях двух совершенно разных миров. В водах Амазонки обитают тысячи различных видов рыб. Но дичь практически не видна из-за постоянных бликов света на воде. Поляризующие фильтры в глазах зимородка убирают лишнее мелькание. Свисающая над водой ветка – идеальный наблюдательный пост. Отсюда можно рассматривать, что творится внизу, в воде, и следить за движениями возможных жертв. Но определить точное местоположение рыбы нелегко. В воде прямые объекты выглядят изогнутыми, поскольку свет проходит через водную среду медленнее, чем через воздушную. И рыба совсем не там, где она будто бы видна. На самом деле она ближе к зимородку и не так глубоко. Поэтому зимородок должен точнее настроиться на цель. Если ветка находится прямо над добычей, это сделать легче. За сотые доли секунды маленький убийца просканирует участок воды под собой, выберет жертву, прицелится и нырнет. В воду он смотрит одним глазом, затем, выбрав цель, быстро определяет ее позицию уже обоими глазами, а после этого ныряет. Птица колотит свою добычу о ветку, потом переворачивает ее в клеве, чтобы в глотку рыба попала головой вперед. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...